Здравствуйте, дорогие ребята! Валерий Бусновский с вами. Вот появился человек Дмитрий. И вот активно делает домашнее задание. Молодец! Давайте, Дима, если есть желание, поработаем сверх занятий школы. Итак, молодчина, да? Молодчина. Но оценка колл с минусом. Ну, других нету, если мне, я себе ставлю два с плюсом. Создатель языка знает на четыре с минусом, да? За что? Дим, смотрите, прекрасно все сделали. Все прекрасно. Описали исключения, все поет. А где ссылки на сайт? Открываем. Нам зачем ссылки? Нам, в первую очередь, у вас должны быть ссылки на сайт. Научиться надо находить. То есть, правильное описание исключений. Суть передали. Это прекрасно. Где ссылка и где примеры самих исключений? Дим, запоминаем правило номер один. А вы записывайте. Лучший вариант будет, если вы все-таки меня послушаете. Я дал вам ссылочку на курс Джанго. И там 17-18 урок. Ну, кто смотрит с других ребят. Джанго 4, пишем сайт с нуля. 17-18 урок. Это установка Jupyter ноутбук. И автозавершение здесь же. У вас будет тогда... Вы сможете делать программу любыми кусочками. Если мы, если вы или мы с вами пойдем от исключений, то писать вы будете в разы быстрее и уверенно. Но в первую очередь надо обнаружить эти исключения в самой документации. Здесь, смотрите, вот сколько раз говорю. Работа с документацией. Где хоть одна ссылка на документацию? Если нет документации, нет программиста. Это часть работы программиста, Дим. К этому надо приучать себя, принуждать и делать частью своей работы. Почему? Найти документацию на самом деле на сайте Python очень просто. Не надо по исключениям. Нажмем документация. Нажмем туториал. И просто-напросто посмотрите. Любое слово будет... Можно вообще любое, но чтобы легче было, поищите, допустим, слово где-нибудь валью. Я к чему говорю? Ну вот, допустим, синтактические ошибки. Вот то, что вы тоже описывали. Но если нажать на любую ошибку, да, вот смотрите, которая выделена, то оно вас выведет на что? На все исключения. То есть находить исключения довольно просто. И это ваша задача. То есть вы идете от исключений. Ведь работа программиста заключается в чем? У вас есть два состояния. Первое состояние. Большинство людей, которые увидели исключения и говорят, ой, там мля или матом ругается, говорят, у меня исключения. И их действия какие? Их действия следующие. Они берут исключения. Давайте его допустим. Где-нибудь здесь. Ну, берем чего-нибудь. И попробуем запустить, да. Вот. Вот сейчас вы обучаетесь. Вот он момент. То есть исключения при обучении, это и есть обучение само. Идеальная программа никому не нужна. Когда вы будете разрабатывать приложение, вы будете опираться на ошибки. Почему-то большинство людей, которые начинают программировать, они пытаются написать идеальный код, чтобы работало. Но этот метод не подходит для обучения. Для обучения подходит метод через исключения. Как делают большинство? Они делают, набирают исключения и идут в Google. Даже школ таких настроили. И начинают искать, чтобы было нечто похожее. Что же это за исключение? Я не против Google. Либо вы делаете правильно, либо делаете неправильно. Изучение языка зависит только от одной. От подхода. Так вот, это называется система работы с кодом. Если вы, шаг один, идете в документацию и пытаетесь разобраться с этим исключением. Сначала читаем. Возникает синтактический анализатор, обнаружите, это может быть импорт и так далее. То есть, здесь очень четко перечислено, да? То есть, какие функции отрабатывать. Дальше имя файла и поехали. Отступ, текст. То есть, сразу дается полная картина, когда она возникает. Ведь большинство программистов после 5-6 лет, 7 лет, они даже этого не знают. Да, понятно, что опытный программист, он уже синтактическую ошибку, он уже смотрит, среда подчеркивает. Но где вот эта привычка, Дима? Где привычка идти в документацию? Знаете, на что похож программист без документации? Это авторемонтник без ключей. Ну, представьте. Надо окрутить свечу. Полезай сигаретами, курим. А как откручивать? А не знаю. Нельзя же откручивать свечу без ключей. Это как воздух. Итак, с вами Валерий Бовсуновский. Появился парень. Смотрю, очень активно начал делать домашние задания. Если есть желание, Дим, поработаем чуть больше, чем дают уроки. Итак, сделали вы одну, вообще огромный молодец, что приступили, что делаете домашнее задание, что домашнее задание сделали по своему замыслу, мы посмотрим. Но кол с минусом. Почему? Не переживайте, я себе два с плюсом ставлю. Так что кол с минусом это высокое, с двумя минусами это плохая оценка, а с минусом это нормальная оценка. Смотрите, Дим, вот прекрасно все. Описали исключения. Сразу несколько рекомендаций. Я даю рекомендацию, хотите выполняйте, хотите нет. Но вопрос в том, что если вы не выполняете, подсказывать я не буду. Желательно, чтобы первое, вы перешли на формат IPY-NB, то есть Jupyter Nobook. Почему? Потому что тогда вы сможете писать кусками. Код. Поэтому могут смотреть другие ребята. Джанго А4 пишем курс, либо сбоку здесь смотрите. 17-18 урок. Установка, настройка Jupyter Nobook и автозавершение там. Теперь смотрите. Вот эта вещь, которую вы сейчас допустили, называется система работы с кодом. Вот если ее завалить сразу, то все пойдет не так. Давайте посмотрим два пути, сколько раз говорю. Изучение программирования. Сначала четко определим, почему человек не может, допустим, научиться быстро программировать по-настоящему. Потому что неправильный подход. Итак, первое. Что такое правильный подход? Сразу. Работа с документацией. Работа с документацией это часть работы программиста. У вас здесь отсутствуют ссылки. Раз. Пишем. Второе. Почему я сказал по Jupyter Nobook? Потому что надо идти обучаться программированию сейчас. Через исключение. Как делает большинство. Давайте сначала покажем неправильный подход. Допустим исключение. И запустим программу. Для большинства программистов, которые рынок программирования и обучения программированию сейчас очень слабый. Обучают программированные люди, которые пишут там 3 года там, например, в этом. В разработке. 5 лет в разработке. Будем говорить, это новички. Это новички. 15 лет. Это еще уже начинается понимание какое-то программирование. Настоящее, да? По сути дела. После 10 лет. Но зачем ждать 10 лет? Поэтому давайте так. Что делает большинство людей? Вот их действия. Они копируют исключения, идут в Google или любой другой поисковик и ищут то, что примерно похоже на их исключение. И исправляют. Теперь внимание. Я же не против Google. Но я не против, чтобы вы посмотрели, как работают с исключением другие ребята. Но вы пропустили один важный шаг. Работа с документацией. Если вы хотите, чтобы документация была продолжением памяти, и вы писали код именно как продолжение памяти, тогда этот шаг надо сразу учитывать. То есть открываем. Открываем. Вот давайте я открою, чтобы было понятно, что я делаю. Есть второй подход, который я вам рекомендую сейчас прямо начать реализовывать. И принуждать себя. Это вначале будет тяжело, потому что там все скучно. Открываем документацию на сайте Python. Открываем, например, руководство. Чтобы найти все исключения, много не надо. Найдите любое слово. В данном случае я говорю, допустим, ошибки и исключения. Да, нашли. Зачем мы его нашли? Потому что если мы сейчас прокрутим любой документ, где есть ошибка, и найдем любое слово с окончанием эра, то это выведет на все исключения. Все очень просто. Пожалуйста. Сейчас я там только закрою здесь. Смотрите. Ведь много людей, которые работают с программированием 3-5 лет и больше, они тут не были. Они даже не знают об этом. Но здесь же все четко описано. Смотрите. Например, подождите. Нам надо, давайте мы допустим ошибку. Нам надо сейчас, это сейчас тип, type error. А нам надо исключение какое? Синтаксическая ошибка. Найдите здесь синтакс error. Вот оно. Синтаксическая ошибка. И здесь очень четко расписано. То есть методы обработки. Дальше. Ошибка имени. Номер строки. Отступ. Текст. То есть все четко расписано. По сути дела здесь расписано, где возникает и когда возникает эта ошибка. После прочтения мы можем легко открыть, тем более, конечно, среды сейчас все делают за нас, но будут и другие исключения. У вас начинает формироваться правильная система работы с кодом. Что такое система работы с кодом, я сейчас не буду рассказывать. Это надо посмотреть, чтобы иметь вообще простое общее представление. Надо просто в отдела разработка, зайти и зайти в систему работы с кодом. Посмотреть 30 уроков и как раз вхождение в классы изучить. У вас формируется навык. Навык. Во-первых, знаете, где найти. Именно этот навык надо тренировать. Далее. Здесь четко написано, что сообщение о подробности. И так с каждым... Это я привел на примере исключений. Но так с каждым моментом. Знать, где найти. И вы увидите, что все здесь работает с командной строкой. Это правильно. После этого можно посмотреть, как другие. Но часть работы программиста – это работа с исключениями. Просто не надо себе говорить, как делал Буфсуновский лет 12 назад. А что я пойду в документацию, потому что там ни хрена не понятно. Все здесь очень понятно. Но просто к этому надо начать привыкать. Посему. Где у вас интерпретация исключений? У вас должна быть интерпретация исключений. Вот здесь было. В этом тексте. Синтактическая ошибка, да? Где было? Так. Синтактическая ошибка. То есть и пример. И что? Правильно. После этого вы берете и сохраняете, чтобы вы научились ходить куда надо. Если вы откроете сейчас любой джанго-проект новый, да? Ну, давайте. И если откроете джанго-разработчиков, смотрите, как они делают. Ведь они это просто кричат, как делать правильно. Смотрите. Пожалуйста. Вот документация. Джанго-настройки. Ссылка. Приучите так. Если вы думаете, Бавшуновский только говорит, а сам не делает. Ну, вот я для себя перестраивал и Макс. Смотрите. Везде, где бы у меня не были настройки, у меня стоит ссылочка. Где что искать? Где что нужно? Это надо сделать хорошей привычкой. Все остальные исключения сами доделаете. И пришлете. Это первый момент. Второй момент. Вот такое изучение, да? Когда вы пишете правильную программу. То есть вы там копались, да? А прислали правильную программу. Кому это надо? Обучение, и через исключение, это и есть обучение программированию. Готовая программа, это не обучение программированию. Почему? Давайте я открою. Жупитер ноубук. Откроем новый файл. И картина будет совсем меняться. Берем вашу программу. И запускаем. Вот мы допустили ошибку, есть синтактическая ошибка. Мы помогли кусками. Вот это мы оставляем. Этим и хорош. Жупитер ноубук, что вот это все можно оставить. Мы могли бы по кускам. Исправляем это исключение. Строка line 39. Исправляем. Исключение. Далее. Давайте создадим новую. И попробуем сделать так. Запустим. Ошибка типа. Ну, логично, что если 5 прибавить какое-то слово, типа, что делать, вы уже точно знаете. Да? Только мы не обязательно вот эту вот стоп-ошибку. И куда вы идете? Когда у вас все будет красно от исключений, значит, идет процесс обучения программированием. Просто, например, когда мы изучаем параметры, а мы сейчас к ним еще перейдем, да? Я вижу, что да, неплохо, но оставлять их пока нельзя. Сейчас объясню. Здесь много может быть исключений, но самое важное, как правило, ставить тупик, это то, что вы описали. Отсутствует позиционный аргумент, и это касается джанга, это касается других библиотек, и думаешь, люди просто это пропустили. Значит, сначала, когда будете проходить уроки, функции Python сначала, да? Потом функции Kotlin, функции JS. Вот тут дальше пойдут функции. Вот, поехали, да? Параметры аргументы. Вот это проходите. После этого, когда проходите уроки, открываете учебник, находите функции, и ваша задача, все параметры функций, пройти, проработать с исключениями и уметь считывать. Сейчас это у вас одна главная задача. До этого обучались ребята, я знаю, что Денис до этого не так давно учился, как заказово писал, действительно, везде все передается, где бы ни упирались в язык, везде мы сталкиваемся с параметрами и передачей аргументов, параметров. Так вот, сейчас ваша задача затратить одну, две, три недели, но поработать с параметрами. Если вам кажется, что вы просто знаете, это плохо, это значит, вы не работали. У вас должно рябить перед глазами. Вы должны уже даже в уме, вам столько они должны быть наскучены, что вы уже в уме должны четко столько раз были в документации, что уже заучили просто текст, хочешь не хочешь, и все пропускать через исключение. Итак, дальнейшее ваше задание. Хотелось бы увидеть четкое описание всех параметров функций. Если уж мы тут пошли, затронули функции. Теперь момент, который я там набросал. То, что написали программу по своему замыслу, это прекрасно, да? Пытались описать исключения. Вот тут, Дима, тут, да? Молодец, все писать. Зачем писать? Не раз повторяю, ребята. Потому что большая часть людей ничего не описывает. И в конце концов не может писать, не может читать, и не может вообще, встав за компьютера, подумать о своей программе. Потому что, когда мы начинаем все описывать, мы начинаем как-то придавать какие-то значения формулировке языку и формулировать, что есть что. Вот тогда начинает со временем воспроизводиться, и мы можем размышлять этими категориями. Но если мы просто смотрим, вроде понимаем и идем дальше, то писать мы не будем. Никогда. Следующий момент. Да, 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 да. Иными словами, проходите уроки, делайте задания по урокам. Но вот конкретно вам сказал, кроме уроков, постарайтесь в своем стиле оформить все исключения. Оформить Юпитер, Джупитер, ноубук с исключениями. Вытаскивайте. И ходите на сайт, ходите. Пока со временем придешь, то это будет просто продолжение вашей памяти. Если получится. У нас в джанго курсе, в джанго курсе есть гид, но там битбакет. То же самое вы можете сделать на гитхаб. Сейчас. Посмотреть те уроки под битбакет абсолютно то же самое. От вас сейчас требуется попробуйте создать репозиторий и загрузить в него свой код. Инфы много. Шаги банально простые. Единственное, какая сложность вас может ждать. Сейчас я уберу. Для начала вам не надо весь гид изучать. Делаете репа. Выбираете публичный или приватный. Дальше ничего здесь не заполняете на гитхаб. Здесь все по умолчанию, ничего не включено. Создаете репозиторий. Единственная сложность, которая вам возникнет в первом этапе, это ключи. Если по SSH, и то там легко решается. Почему? Сначала набираете, если хотите, любой сайт, находите инструкции, куча. И создаете ключ. Дальше на гитхаб набираете, смотрите, да, тут четко все прописано. Порядок. Иными словами, вам надо здесь вот уже, когда наберете так, вам надо настройки, да, и добавить свой ключ, который вы ранее показывал, сформировали на своем компьютере. Это самое сложное для вас будет. Дальше вы ничего не делаете, пока вы создали репозиторий. Дальше все просто. Вот у вас есть ссылка. Дальше действия очень простые. Вам для начального этапа надо всего несколько действий. Давайте в терминале их покажем. Это в уроках просто я активирую виртуальное окружение при помощи ворка. Активируйте как хотите. У вас должен быть установлен гид. Устанавливаете гид. Когда гид установлен, гид init. Вводим команду. Все быстро. Создался репозиторий, то есть скрытая папка гид. Далее, что надо сделать. Первым делом мы... Действия довольно простые. Да, если вы не хотите настраивать ключи, то выбираете HTTPS, надо будет ввести логин и пароль. SSH, так как пока если нечего скрывать там в аккаунте сильно, то вы можете пропустить поле пароль. Тогда будет просто отправляться и получаться. Ну а когда, конечно, будет защищенный, будет какой-то ваш сайт, тогда надо вводить ключ. Скопировали. Сначала быстренько добавляем у нас репозиторий. Проверяем. У нас сейчас не будет связи. Гид удаленный репозиторий. Какая ссылка? Нет ссылки. Нам надо всего лишь добавить ссылку. Гид. Добавить. Ой. Удаленный. От. Назовем. Не будем выдумывать. Назовем оригин, так привычный. Добавили. И дальше вставляем нашу ссылочку. Enter. Добавили. Теперь проверяем подключение к аккаунту. Есть ли ссылки. Гид. Удаленный. Показать. Есть ссылочки. Все. Дальше все банально просто. Надо создать. Добавить файлы. То есть гид. Сначала сообщить. Гиду, что мы добавляем все файлы. Точка обозначает через пробел. Добавили. Дальше. Сделать коммит. То есть как-то обозвать и записать в единый файл. М дает нам возможность создавать комментарии прямо здесь. Назовем коммит first первый. Нажимаем Enter. Вот то, что добавились наши файлы. Все. Готово. Как только мы сделали коммит. Мы можем спокойно отправить наш код в репо. Гид. Команда push. Запушить. Еще говорят. У. Посмотрите сами, что это означает. Уже. Оригин. Ранее мы создавали. Помните. Когда создавали, называли Оригин. Можно назвать Вася. Но, как правило, Оригин, оно привычнее. К нему привыкаешь. Основная наша ветка. И у нас код мастер. Вот он. Да. Мы пока ветками, с ветками вы дальше сами разберете. Там в уроках мы разбирались с ветками и всем. Но гид везде одинаковый. Что бери битбакет, что гитхаб. Везде система гид с ней. Работа одинаковая. Поэтому мы говорим Оригин и название ветки мастер. Потому что основная ветка всегда называется мастер. Нажимаем Enter. Все. Погнало. Вот и все. Все просто. Обновляем. И вот наш рэпо. Вот наш код. Стал здесь. Чтобы скачать наш код, надо ввести команду. Тоже самое. Только поменять push на pull. Вот это вам надо проделать и вбить себе, вбить себе работу с ветками. Сразу вас на это настраивают. Как это делать? Смотрите. Вот ваша программа. Вот ваша программа. Вот тут править программу это дело неразумное и очень затратное. Это неправильно. Почему? Мы можем создать ветку. Создание ветки как хотите. Я по названию файла и описываю новую функцию. New там чего-то. Все переключились. Это я уже не буду до конца показывать. Смотрите. Теперь у нас есть две ветки. Мастер. Назад. И вторая ветка. Вот тут теперь я получил копию программы. И начинаю дальше работать над ее разработкой. Когда я сейчас исправляю наше исключение. Вот я исправил. Добавил новые функции. Программа заработала. После этого я что делаю? Это вы тоже сами разберетесь. Я сливаю эти две ветки. И в результате ветка мастер у меня всегда будет стейбл. Стабильная. А при помощи других веток я буду дальше вести разработку программ. При этом новую ветку я могу при желании отправить на гид. И будет там ветка обозначаться. Сейчас у меня мастер. Там будет уже новая ветка. Просто я ввожу название ветки. Вместо мастер ввожу название ветки. Могу удалить. И оставить мастер. Но таким образом. То есть вам надо сейчас. Ставлю задачу разобраться. Создание веток. И слияние веток. Когда есть задача. И понятно что делать. То как делать. Это не вопрос стоит. Потому что информации очень много. И после этого. Дим. Лучшая справка у Bitbucket. Которую я когда-либо видел. Открываете слияние веток. Будем считать. Что например. Здесь же может быть много кода. Но мы сейчас исправили исключение. У нас на ветке. Которая мастер. Неисправлено. Я сейчас может буду даже ошибки допускать. Но просто имитируя вас. Поэтому здесь вам поможет. Только практика. Тупо открываете практику. Набираете просто. Bitbucket. HelpGit. И обязательно вы найдете. Самые основные действия. Которые вам нужны. Они здесь есть. И объясняются прекрасно. Можете и другие руководства. GitMers. Слияние. Порядок действий. И вы здесь узнаете. Уже для себя новые команды. Мы сейчас в новой ветке. Мы исправили. И еще раз повторяю. Здесь могло быть много кода. И цель. Поняли. Что у нас ветка мастер. Постоянно стейбл. А здесь мы разрабатываем. Но не получилось. Удалили. И все. Итак. Я промотаю. Вы уже будете внимательно читать. Я сразу. Вводим. Git статус. Вот узнаете новую команду. Читаете. Да. Вот у нас сразу четко изменено. И сразу вам. А что нам надо чтобы отменить. Нам не надо ничего отменить. Первым делом. Когда мы все закончили. Что нам надо сделать. Не забываем. Сделать. Сохранить. То есть. Опять же. Git. От. От. Нашу ветку. Сохранить. И сделать коммит. То есть. Сохранить все это. И обозвать как-то. Простым языком. Да. Чтобы это было уже. Коммитом. То есть. Закреплено. Называется. Зафиксировано. Git. Коммит. М. First. New. Теперь уже. Мы даже когда закрепили. Мы можем уже спокойно переходить на мастер. И у нас тут видите. Исключение сохранилось. Переходим. Дальше все делать. Сначала делайте. Желательно. Все в командной строке. И смотрите. Да. Вам будут подсказки. Давайте попробуем. Сделаем сначала так. Вводим команду. Которая здесь написана. Merge. Смотрим. В текущей ветке нет. Внешнего экспозитория. Давайте попробуем переключиться на ветку мастер. Уже обновлено. Мы находимся в мастере. Но мы ничего не слили. Потому что мы что-то упустили. Давайте попробуем сделать. То есть вот. Проверка выбора принимающей ветки. И такими вот маленькими шажками делаете. Давайте попробуем. Мы сейчас уже на мастер переключились. Давайте попробуем с мастера. прочитать вот это. То есть я говорю, что про эту инструкцию. Потыкаетесь, потыкаетесь. Просто берете. Все надо пройти пальчиками по клавиатуре. Все на своем опыте. Все должно превращаться в опыт. Этим и сильна наша школа. Что кроме занятий. Я только направляю. Я никогда не даю прямых ответов. Кроме занятий. Вы приобретаете личный опыт. Так всегда становятся программистами. Итак. Давайте еще раз проверим, как наша ветка называется. 4А. Немножко неудачно назвал. New 4А. Давайте так попробуем. Git Merge. И указать на ветку, которая будет сливаться. Давайте попробуем. Отлично. Все прошло успешно. Теперь у нас ветки мастер. Тоже, как видите, появилась кавычка. Две ветки у нас теперь одинаковые. Вам придется, то есть, смысл поняли. Мастер у нас ветка та, которая всегда стейбл. Для того, чтобы вести дальнейшую разработку программы, мы создаем какую-то веточку и берем кусочек кода, начинаем дописывать. Понравилось? Сливаем. С чем вам еще в данном моменте придется разобраться? В самом слиянии. Потому что, когда будет разница большая, например, будет повторяться, но что-то меняться, то вам надо будет разобраться, а как это все слить. Потому что оно так легко не сольется. Потому что вам сначала покажут изменения, и надо будет перевести файл в порядок. С этим сами разберетесь. Ну, еще раз говорю. У Bitbucket прекрасная справка по основным процессам. Вот это вам надо освоить. Пожалуйста, попытайтесь освоить вот эти все вещи сейчас. Для вашего удобства. Итак, Дим, мы не можем, сколько бы вы ни делали, моя задача заключается на данный момент, на данном моменте в чем? чтобы с параметрами вы разобрались от и до. Ну, кроме этого, мы с вами добавили несколько инструментов. Я вам порекомендовал сделать, освоить Jupyter Notebook, потому что это та же командная строка, но в которой можно сохранить результаты. Второй момент. Именно Jupyter Notebook позволяет нам идти через исключение. Мы с вами это проговаривали вначале, что написание кода через исключение с последующим посещением сайта официальной документации это и есть обучение программированию. Готовая программа, которая идеально работает, это не программирование. Программирование, обучение программированию это не результат, это процесс. И будете выписать прекрасно или плохо зависит только от подхода. Этот подход я условно назвал системой работы с кодом. Первая задача вас, как программиста, который решил серьезно стать серьезным программистом, это начать работу с документацией по полной. То есть по минимуму перестать обходить документацию. Понятно, она будет не сразу, со временем. Но если вы будете продолжать делать то, что я говорю, то через 3-4 месяца ваш уровень знаний совершенно изменится. Если мы изучаем язык, открываем один день, и мы половину не понимаем, второй день половину не понимаем, месяц не понимаем, значит наша система работы с кодом не работает. Человек должен расти ежедневно, ежечасно. Дальше подводим итог. Вот это вначале говорили, оформление и исключение, знай, где найти и ссылка. Это основа, и это не выбрасываем. теперь, Дим, сейчас не буду даже записывать видео, я видел ваше первое задание, кол с двумя минусами, сразу говорю. Да, все прекрасно, все рабочий, рабочий вариант. Здесь есть одно но. Я могу так написать, вы не можете. Почему? Смотрите, вы все прекрасно, но когда мы доходим до сельф, описание любого объекта, этого мало, но это лучше, чем соглашение между программистами, часто люди, потому что я не спрашиваю, что это за слово обозначает, я спрашиваю, что за этим стоит. Поэтому здесь я бы переработал эту программу на вашем месте. И для того, чтобы начало работы с классами вообще начинается с сельф. Но сельф в том смысле давайте напишем какой-то простой класс. Смотрите, что надо осознать. Так, давайте это в следующем видео запишу. да. А сейчас просто проговорю. Вот это прекрасно, но это не точно. Я бы хотел точнее, что делает сельф. Да это надо каким-то образом это проверить. То есть, что он делает? Чтобы понять, что он делает, надо что-то создать за пределами класса. Я потом покажу. То есть, у него есть какие-то четкие функции. Поэтому мне не интересно, когда говорят, что сельф это соглашение между программистами. да, это слово соглашение, что будем называть сельф, а не Вася. Это правильно. Но ведь, если мы обучаемся программированию, то мы четко должны понимать, а что стоит за этим словом. Способ описания любого объекта это прекрасно. А у меня вопрос относительно чего? Здесь надо быть очень точным. и я бы хотел, если я, конечно, покажу начальный вариант, если не забуду, да, но я бы хотел, я понимаю, что для новичка, вот, к пришел человек, это задание довольно сложное и провокационное, сразу скажу, потому что я знаю, что будут эти исключения. Но все-таки оно, это задание позволяет выловить вот эту самую главную ошибку, когда проходит лет 4-5 программирование и человек пишет, а я, говорит, кроме ни хрена не знаю, только и не знаю, остальное я не знаю. И потом пишет программу, думает, где ставить сельф, где не ставить сельф, а почему он вообще там стоит, а что он определяет. Вот с этого все начинается. Почему я и сделал, добавил тупо вот этот кусок программы, да, человек написал в принципе, но я ведь обращаю внимание, как же он все это будет называть, поэтому не смотрите, понятно, что я все вам не рассказал. Хорошо, хорошо бы сходить в документацию, но, как правило, там сельф, есть описание, да, есть описание, но здесь требуется проверка через код, чтобы один раз дошло, дошло и на всю жизнь, и отсюда начинается либо понимание, либо оно потом страдает, потом все остальное можно изучать, и это будет бесполезно. Почему? Потому что изучают вот наследование, на которое стоит затратить минуты две, а вот на сельф надо отдать день, покопаться, повертеть, посмотреть. Я делал где-то видео по сельфу, я подскажу потом, надеюсь, что подскажу, пока мы вообще класс оставим, но давайте пока разберемся, но я подскажу по сельфу, но где-то я делал видео, что есть, я хочу пока, чтобы вы запомнили, что что стоит за сельф, у вас должно быть не примерное, а четкое понимание, потому что отсюда будут расти нохи, и как только вот это вы упускаете, больше не ищите землю под ногами в классах, не ищите, если вы это не упускаете, то можете смело искать, по-моему, где-то система программирования по системе номер один, здесь, наверное, будет тот урок, я пока дам, посмотрите, но там я тоже, что такое сельф пайтом, я здесь поняли, искать, либо сбоку программирование по системе номера один, и там будет урок номер, путь я показал, но не до конца, специально не до конца, как мы будем исследовать сельф, что такое сельф, вот здесь есть урок, исследование сельф, документация на сайте, итак, Дим, но опять же, это рекомендации, поэтому продолжайте дальше делать уроки, и вот то, что я сказал, учитывайте, значит, я дальше тоже подсаблю, но я хочу видеть у вас исключения, все должно быть красное, и я бы хотел, чтобы вы сейчас начали уроки, которые я ранее показывал по функциям, начали очень серьезно работать с параметрами, и просто надо запомнить, вот сельф начало в классах, а параметры начало во всем, если вы сейчас на данном этапе, вы, у вас есть выбор, либо вы недельки три заморачиваетесь с параметрами, что вам уже глаза рябит, но потом всю жизнь с кайфом пишете, либо вы это упускаете, как делает большинство, мне спишут ребята, и все время что-то копаете, что-то у вас белое, там пятно, там белое пятно, и вечно не понимаете, что куда и откуда передается, и плюс не понимаем, не можем читать документацию, все это идет от параметров, почему, потому что дальше нет смысла переходить, просто-напросто представьте, вы вы не изучили параметры функций, равносильно тому, что вы поднялись на воздушном шаре в небо, зависли там и пытаетесь нащупать землю, никогда не нащупаете, пока не спуститесь, так вот, спуститься на шаре на землю, это и говорит, изучи параметры, да так изучи, чтоб синело в голове, потому что парень же ни один мне писал, просто не найду сейчас сообщения вконтакте, но еще после него еще двое человек писали, а что писали, а вот писали следующее, был на курсах, я не хочу никого там говорить, что плохо, хорошо, я сам первые года четыре обучал по стандартной системе, то есть человек рассказывает, мы долго, долго, долго проходили там все, потом дошли до функций, пробежали функции и пошли дальше, человек вышел и он не может писать, от удивления, ну конечно, рассказали про машину, но что она открывается ключом, куда его вставлять и как заводить не сказали, ну не поехал, ну ничего страшного, но, ну, ну, понятно, да? поэтому, либо вы сейчас, учитывая все вот эти инструменты и параметры настолько усваиваете, чтобы у вас синело, чтобы у вас мама, папа, там, жена зовет, а вы говорите, что, позиционный или там именованный, пока она не скажет, ну ты сынок, ну ты совсем, значит все нормально, вот все нормально тогда, это я просто говорю, степень, насколько надо затереть, затереть, если проходит, более, открываете код, а, зачем нам далеко лечь сейчас, когда открываете код, если у вас проходит, так, принт нам не надо, если проходит больше там одной миллионной миллисекунды и вы еще не считали, все плохо, все плохо, все, никакой земли, никакого программирования, все, считай, все загублено, на корню, дальше, считывание документации, дальше, что, куда будет передаваться, дальше, все остальные действия, связанные с функцией, дальше, развитие самих функций, операции над функциями, это все не имеет смысла, потому что просто у нас нет земли, есть земля, есть все остальное, все остальное можно складывать, как хочешь, изучай функции, хочешь сегодня, нет, не хочу функции изучать, да, буду сегодня изучать типы данных, это уже совершенно не важно, есть точка, куда надо все собирать, нет точки, нет пупа земли, нет вашего программирования в целом, все, вперед, все получится у нас,